Если отрезать тонкий ломтик груши, будет видно ее прожилки и как сочится сок. А если сзади еще и свет жесткий поставить, ломтик засветится. Как на этой фотографии. Екатерина Винокурова относится к еде не как к еде, а как к объекту со своими техническими характеристиками и особенностями. Потому что еда в силу своей, это не человек, который может подождать вас 5 минут, пока вы там перезарядитесь. Через 5 минут какое-нибудь жареное мясо может выглядеть уже непривлекательно, потому что все жаренки на нем застынут, и оно будет выглядеть просто куском. От фуд-фотографии до репортажной и портретной. Разнообразие направлений на выставке «Взгляд из иллюминатора» в галерее «Новое пространство». Участники фотоклуба «Иллюминатор» при Самарском университете представили сюда свои лучшие работы, без жанровых ограничений. У каждого из них своя история, свое отношение к фотоискусству и своя изюминка. Но всех объединяет общая философия. Участники фотоклуба «Иллюминатор» хотят снимать именно фотографию, которая заставляет думать. Не просто кошечек или салат свой на обед, а именно то, что заставит человека думать и шевелить свои мозги. Сейчас фотоклуб «Иллюминатор» носит имя Владимира Коковкина, фотографа, который его основал. Он объединил в нем творческих и интересных людей. Владимир Коковкин умер, а дело его живет. Поначалу это было несколько студентов, которые поддержали его интерес, которые с ним ходили по городу, снимали какие-то безумные кадры. Творческая работа была удивительная. И, конечно, это было просто фейерверком, потому что таким азартным, таким вдохновленным и воодушевленным, давно я его не видела. И здесь он просто буквально весь окунулся в эту работу. Это был очень интересный период. На выставке представлены фотоработы и основателя клуба Владимира Коковкина. Посмотреть на мир глазами фотографов можно до 19 августа. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.